Привет! В общем-то, я даже не помню, когда я последний раз прям основательно засиживалась в 3D, потому что после того, как я провела для себя марафон на месяц и сделала курсач по 3D, я немножечко подзабила. И использовала 3D как вспомогательный инструмент для своей основной деятельности, а именно для фотошопа. Если я и делала что-то в 3D, это выглядело, ну, как какие-то болванки, кубы, которые в дальнейшем я обклеивала фотографиями в фотошопе. Но тут наткнулась я на гайды по блендеру, которые длятся всего лишь минут. Нашла я несколько гайдов и посетила меня просто гениальная мысль, а что если совместить все эти гайды по минуте и сделать какую-то работу? И в этом видео вы увидите процесс моих попыток воспользоваться знаниями из гайдов за минуту и сделать что-то свое, сделать какую-то свою работу. Сразу говорю, для всех профессионалов и для всех, кто смотрит это видео, я с блендером знакома, ну, не очень хорошо, я только учусь, поэтому я могу что-то не помнить, могу как-то странно шутить, не понимать, что происходит, такие дела. Надеюсь, когда-нибудь я стану гуру, но пока я новичок, который смотрит гайды за минуту, надеясь выводить оттуда тонну знаний. В этом видео вы увидите, что из этого получилось. Так что сейчас будет небольшое отступление, и мы начинаем. Ты уже хорошо знаком с 3D, но чувствуешь, что застрял на месте и не знаешь, как дальше развиваться. И кажется, что все курсы вокруг только для новичков, тогда у меня отличное решение. Artcraft организует 3D Game Environment Bootcamp. Это формат обучения, который подойдет тем, кто уже знаком с индустрией. На курсе никто не будет рассказывать про кнопки и примитивы, тебя научат моделировать по пайплайнам ведущих студий, и ты сможешь подготовить крутые ассеты для портфолио. Курс не привязан к софту, поэтому ты можешь работать в любом 3D-редакторе, а опытный ментор поможет усвоить материал и даст фидбэк совсем такой, какой ты бы получил в реальной игровой студии. Ты научишься правильно текстурить элементы окружения и отработаешь пайплайны для разных объектов, а также сделаешь локацию с выставленным светом и рендером шотов. Кстати, лучших учеников Artcraft рекомендует к работе в партнерские студии или зовет к себе в команду. Курс подойдет 3D-шникам, которые хотят повысить свой скилл, оптимизировать и ускорить работу, а также приблизиться к работе в ААА-проектах. И еще один плюс, ты можешь сам выбрать себе ментора, который поможет прокачать определенные навыки. Например, Александр Шаповалов поможет уверенно освоить пайплайны и научиться применять текстурные карты и маски. А Антон Леонов сосредоточится на том, как начинать сцену с блок-аута и постепенно наполнять ее контентом. Если заинтересовался, то вся подробная информация будет по ссылочке в описании. Удачного обучения! Итак, вот я снова здесь, и я нашла уже первый гайд. В нем показано за минуту, как сделать город в блендере. Выглядит просто. Начало было простым, начало было понятным. Вроде бы я это умею. Помнить бы кнопки, это вот самое главное, что нужно сделать. Окей, что-то получается. У нас есть плейн. Так, следующее. Мы создаем разные кубы, чтобы они были похожи на высоточки. Ну, я думаю, с этим проблем быть не должно. Я все забыла, я просто все забыла. Делаем, наверное, побольше. Ладно, я сейчас все вспомню, и все будет очень легко и классно. Мы все это переместим, поменьше сделаем. Очевидно, что я не хочу делать так же, как там. Так что будем сейчас делать свою офигенную композицию. Потому что мы можем, потому что мы крутые. Мне кажется, не нужно, чтобы они так внизу торчали. Хотя, кто это вообще заметит? Ладно, потом вот редактирую. Просто выставить кубы в этом нет никакой проблемы. Но нет, надо же вот сидеть, думать, как будет лучше. И не то, чтобы лучше получалось в итоге. Что если вот взять? Shift D, R, Z. О, видали, что могу. И сейчас еще так вот, опа, сюда вот. Бо, сделаю вот так. Ну, я просто удалю все, что мне не нравится, как выглядит. Теперь делаем это все одним объектом. Так, самое главное, вспоминаю шорт К, по-моему. Я прям уверена на 0%, что это Ctrl F. Нет, не Ctrl F. Так, сейчас надо погуглить. Ctrl J. Черт. Я была близка. Слушайте, Ctrl F очень близко. Он не редактировал низ. Вот этих зданий будущих. Мне почему-то кажется, что нужно их куда-нибудь вот сместить туда. Поэтому я сейчас просто так вот быстренько ховаю. Поменьше их сделаю, чтобы потом легче было текстурировать. Что-то мне подсказывает, что это будет мешаться, когда я буду все эти текстуры накладывать. Такое, знаете, чутье. Может быть, оно меня обманывает. Дальше он, короче, брал ребра и какие-то уменьшал, да, просто. Я думаю, вот этот ракурс будет ок. Я думаю, сразу поставить это камеру. Shift, Ctrl, Alt, 0. Нет, Ctrl, Alt, 0. О. Цены я помню. Ужас. Надо чаще сидеть в блендере. То есть я раньше сидела много, и у меня это все получалось за секунду. Но нет, кто я? Я, конечно, такая думаю, да ладно, фотошоп прикольнее. И вот, собственно, я теперь здесь не помню, как двигать камеру. О, нет. Так. Нет, я хотела сдвинуть их. Не понял. В смысле? Они же убираться должны. Почему? Ха-ха. Помогите. Я создала монстра. Все, красота. У нас теперь есть камера. Сейчас выберем какие-нибудь серебра, как он прям так красиво, да? Так, что-то не так. Нужно сначала, наверное, большие сделать, а потом маленькие. А то странно получается. Нет, выглядит плохо. Ну все, я буду теперь злиться, потому что мне не нравится, как это выглядит. Ладно, сделаем маленькие, допустим. Ага, ну вот это неплохо выглядит. Это тоже. Мы по одному будем делать, чтобы мне нравилось. Ну все. Всегда были проблемы с материалами. Ну, я такой человек, что вот я вроде пытаюсь сделать. Так, я сейчас сделаю модельку в блендере, я сейчас за текстурю. А потом вспоминаю, что зачем я вот парюсь, если у меня есть фотошоп, и я там все обклею. У меня модельки вот так в блендере выглядят, потому что я в фотошопе потом все обклеиваю. Так, материальчик. И тут что-то удалим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Никак, понятно. Все, найдем все. Все, найдем. Будет быстро. Мы уже ускоряемся. Мы уже почти закончили, господи. Нашла Glossy BSDF. Итого, прошло 17 минут гайда. Я сделала стеклянные домики. Текстуру добавляют. Окей, это я могу. Текстура кирпича. Прикольно, кстати. Видите, получились какие-то такие необычные полосочки, как будто вот такие стекла классные. Но тут что-то меняется, и мы сейчас посмотрим, как это делается. Потому что я вот это первый раз вижу. Смотрите, какие маленькие кирпичики классные. Это же пупец. Я не понимаю, они отражают друг друга или нет? По-моему, друг друга они не отражают. Так, это окей. Ага, мне нужен куб какой-то. Это я могу. Какая-то plane. Чёрт. Простите, мисклик. Это мисклик. Я не тупая, это мисклик. Пока непонятно. То есть, убираем вот этот куб. И теперь я его поворачиваю, да? То есть, что-то не то, да? Или то? А, ещё на 45 нужно повернуть вот тут. Я запуталась. О, всё, понятно. Да, и вот у нас кирпичики эти получились. Какая красота. Ничего себе. Мне уже кажется, что они как будто светятся, как будто там какие-то огонёчки в здании. Что там написано? Короче, ещё какая-то текстура. Сейчас сделаем. Я так понимаю, мы теперь это всё намешиваем. И всё сломалось? Так. Что же мне это даёт? А, это вот такие вот прикольные искажения. Ничего себе. Как-то вообще не так. У меня просто нет окружения, и он из-за этого быкует на меня, да? Так. Сейчас я всё пофикшу. У меня был аддон просто. Ого, смотрите. Какие отражения. Отлично. Нужна картинка города ночного. Как Миша. Интересно, кстати. Я так никогда не делала. Мне всё так удивительно. Я так мало просто времени тратить с материалами, что просто капец. Ага, что-то не по плану пошло. Где у нас не то? Короче, сделай так, чтобы было красиво. Он так и говорит. Ну, конечно, я это и пытаюсь. Итак, взяли волю в кулак. Сейчас мы сделаем это. Ну, погнали. Она как-то вот светится сквозь всё. У него такая тёмная картинка. Я знаю, что с этим делать. Сейчас как в фотошопе будем. Вот это. О, вот так нужно сделать. Выкручиваем контраст, и из-за контраста будет красота. Так, очевидно, это пойдёт вот сюда. Что-то должно быть такое интересное. Я услышала, что он сказал. Он сказал, что нужно создать куб с красным умещённым шейдером. Пытаюсь совместить края. О, сошлось. Если не обратить внимание, то будет ок. Отлично, по-моему, у меня город теперь с антенками. Кстати, прикольно выглядят антенки, неплохо. А, это вот такие вот красные точки. Почему они существуют, я не понимаю. Ну, допустим. Да, что-то подсвечивается красненьким. Прикольно, кстати. Так вот удалим. Здесь создадим эмиссион. Что он там устраивал? Эмиссион волю. Не понял. Так, ладно. Почему у меня не так, как у него есть? То есть у него как-то это размывается красиво. Но я не понимаю, что это. А, это сложно. Как-то у меня тут много нот. Если что, наверное, можно как-то вот здесь вот сделать потемнее, чтобы не так всё это светилось. Контраста побольше, конечно. Короче, я думаю, можно много чего сделать прикольного. Итого 40 минут на гайд за минуту. Ладно, следующий гайд. И следующий гайд будет вот связан как раз-таки с зданиями. То есть я буду делать ещё дополнительные здания на передний план. Так, ладно. Он делает дорогу на передний план и несколько зданий. Я думаю, мы будем придерживаться такой же структуры. Окей, сделаем, допустим. Так, так. И здесь у нас будет наша дорога сюда. Там подъём вверх будет. Надеюсь, никто не увидит, что будет. Но пускай что-нибудь будет. О-о-о. Так, ну у меня есть мордюры. Сделаем вот так. Я просто пытаюсь сразу подобрать ракурс, чтобы смотрелось красиво. Окей, он сделал это, добавил кубики. И начал их по-разному экструдить, чтобы было красиво. Собственно, сейчас мы будем этим тоже заниматься. И я без понятия, как это сделать красиво. Это уже странный дом, да? То есть так дома обычно не выглядят, наверное. Ладно, я делаю так, как чувствую. Сюда вот сейчас бахнем. Так, по-моему, эта штука уже слишком много места занимает у нас. Блин, всего это на сто лет. Мне все не нравится. Нужно все заново сделать. Так, все будем, короче, развлекаться. СЗ. GZ. О, нормально. Все, нормально дело пошло, пацаны. Займемся вот этим дальним планом. Потому что он самый странный. Единственное. Просто заворот. Это идеально. Куда-то двинем. И будет прикольно, типа, объем. Вот бы в фотошопе все доделать. А не вот эти все ваши штуки. Так, это мы сейчас, наверное... Так, опа, опа, опа. Я сейчас создаю миллиард полигонов. Потом просто умру, пока буду это все обтекстурировать. О, вот это мне нравится. Итак, прошло сто лет, и я очень долго искала какую-то вот такую классную текстуру. Я еще не хочу сто лет искать. Я просто нашла похожие картиночки. Слепила их в один холст в фотошопе. И сейчас мы попробуем с этим что-то сделать. Вот так я слепила, короче, кучу зданий. Так, и теперь это все буду перемещать. Придется сильно так уменьшать, на самом деле. Это просто будет очень долго. Так, мне кажется, с этой картинкой проблемы. Наверное, проще все-таки какую-нибудь одну применить. И с ней пытаться что-то сделать, потому что иначе я вообще путаюсь. Итак, короче, я потратила на это тысячу лет. Не нашла нормальных картинок, так что сейчас будем извращаться как можем. Такие дела с дневного материала. И сюда что-нибудь при цепи. Это такая картинка. О, звук прикольный вышел вот тут вот. Мне кажется, что я бы хотела, чтобы окна все-таки были вот тут. То есть, очевидно, кому-то это дается очень легко. Кому-то это не дается легко. Я, видимо, из тех, кто будет страдать. Короче, я все сделаю зеленым. Все, что мне не нравится. А мне все здесь не нравится. Можно сделать это все белым. То есть, не такая, как все. И сюда сейчас окна какие-нибудь добавим. Кто увидит крышу? Объективно в этом ракурсе никто крышу не увидит. Я думаю, вы никому не скажете, что я ее не доделала. Пожалуйста. Возможно, будет не совсем ровно. Да, я допускаю данный момент. Но сейчас сделаем, типа, красиво. Черт, она все уехала. Немножечко выдавливаем. Вот этого немножечко выдавливаем. Ну все, окно готово. В целом, я думаю, нормально. Все попробуем делать так же все остальное. Я думаю, крыша должна быть более темная. Блин, в принципе, это передний план. Тут как раз таки, наверное, нужно будет вот с этими деталями разобраться. О, вот так панельки сделаны. Смотрите, как будто бы чем-то покрыто, да? Врачи, появилось у меня тут резкое желание сделать что-нибудь вот такое, да? Хотите знать зачем? Да вот, чтобы было. Хоба. Это антенна на доме. А это что такое? Удалить? Не понял. Ладно. Опа. Так, мне очень нравятся вот здесь окна. Так, конечно, сделаю еще зеленым. Не знаю, в целом, это уже третье здание. Я уже чувствую себя, кстати, уверенно. Думаю, никто не заметит голову чувака внизу, да? Он идет, крадется. Короче, в фотошопе часто так делаю. Берем. Хоба. Ладно, погнали, короче, теперь делать красиво. То есть нам нужно какие-то углы складить, что-то добавить там. Где Бэвел? Что это за Труббэвел? Короче, просто немножко добавляем здесь всяких полигончиков, всякого такого, чтобы это смотрело все чутка получше. Так, осталось добавить свет в окна. Это, я думаю, я сделаю это вообще легко. И главное сейчас всем вот этим окошком задать этот материал. Я думаю, это не сложно. У него там была классная текстура плетящейся комнаты. Это выглядело прям вообще нормально. Пробуем это. Так. Я найду Hue Saturation. Тут есть Hue Saturation. Почему это так плохо? О, наверное, нужно вот так сделать. Так, теперь здесь. Окей, ладно, пускай будет так. Ля, какой домик. Ну-ка. Получается 2 часа, 2 гайда по минуте. Опа. Но на самом деле мне вот этот результат намного больше нравится. То есть это даже выглядит интересно. Следующий гайд, он уже вот тут-вот, вот там вот, да? Как сделать него новый вывеск? Сейчас, короче, такое устроим. Я надеюсь, вы готовы. Потому что я и не готова. Знаете, я вот сейчас в таком состоянии. Это еще вроде выглядит просто, но я реально не работала ни разу с текстом. Мне кажется, я сейчас буду просто сидеть и скатить их. Настройки мне будет очень больно. Теперь создадим текст. Текст, текст. Так, где текст? Интересно. Это... Ого. Даже так. Так, сейчас что-нибудь напишем. А чё, а чё он не написал всё? Вот уже всё, всё сломалось. Я не понял. Ладно, мне нужен еще один гайд, как делать текст. Ни на что не намекаю, но оказывается, нужно было нажать так. Белпни. Что-то справедливо. А, я поняла. Фильм от нам и бевел добавляем. Или что это? Кто это? Прям немножко. Ладно, нормально. Так, опять эти ваши эмиссии. Почему-то у него такое прикольное. Сразу. Как он так сразу сделал? Делаем ему цвет красный. Это не Миша. Я поняла, всех переиграл. И чё? А где свет мой? А, всё, вижу свет. В общем, на этом этапе произошла одна самая восхитительная вещь, которую я просто не ожидала. Из-за того, что я включила кнопку пререндер, ОБС, которым я всё записывала, решил полностью сломать мой голос. И местами я звучу примерно вот так. Так, ааа, теперь же есть что-нибудь. Вопросы с теста открыта. Поэтому записываю уже какие-то мысли после. Короче, с текстом я наводилась, наверное, меньше всего, что меня порадовало, потому что гайд по тексту реально оказался самым быстрым. И, наверное, его реально можно было бы делать практически за минуту, если бы я не тупила. Потому что, как минимум, я тупилась тем, что я очень долго искала, как вообще поменять шрифт. Да, я не сразу додумалась. Первый раз работаю с текстом непозволительно. На самом деле, гайд с текстом понравился мне больше всего, потому что я люблю светяшечки, а тут как бы светяшечки, и как бы всё сошлось, понимаете, да? Я сделала две надписи, как вы могли заметить. Первая была Help Me, потому что это описывает, в принципе, всё моё состояние по жизни, а вторая была Помогите, что... Тяжело. Тяжело. Тоже как бы понятно, и... В принципе, крутить цвета это легко, и в любой момент цвета эти можно поменять. Хотя спойлер в итоге я оставлю их такими, какими выбрал на самом начальном этапе. После чего я решила как в гайде сделать какой-нибудь символ. И вот в чём проблема, я не нашла никакой шрифт, который бы реально отображал какой-нибудь этот символ. Я пыталась-пыталась, в итоге ничего не вышло. Я зашла даже в фотошоп, начала в фотошопе смотреть, какой символ будет нормально отображаться, в каком шрифте. Ничего не нашла, оставила квадратик. Ну, типа, решение проблемы. Почему бы нет? Оставила квадратик, который отображается, когда не отображается символ. Считаю, что это отличное решение. Ну, я решила, конечно, всех перехитрить, сделать вид, что так и нужно, и так и задумано. Поэтому я сделала квадратик в квадратики. Просто бум, гениальная инсталляция. Ну, в целом, я сделала три знака. Я была довольна собой, довольна результатом, довольна, в принципе, тем, что происходит в этой жизни, и тем, что я молодец. Еще бы я умела переключать рендер сразу на GPU, а не на CPU, чтобы у меня не лагал микрофон в этот момент, но это другая история. Короче, суть заключается в том, что я туда-сюда все вертела, поворачивала, крутила, в итоге смогла сделать что-то по этому гайду, и все окей. Переходим теперь к тому, к чему я вообще стремилась все эти годы жизни, точнее, все эти часы, пока пыталась повторить эти минутные гайды, а именно собрать все в одну сцену. И тут, в принципе, как вы уже могли понять, как вы могли вот предположить, будет у нас такой киберпанковский город, сзади у нас будут такие красивые высоточки, спереди у нас будут эти несчастные развалюхи странных текстур, которые я собирала просто миллиард, миллионов лет. Ну и, конечно, на эти развалюшечки я повешу какие-нибудь знаки, чтобы так разбавить передний план, показать, что я профессионал, и могу делать какие-то элементы окружения. Да-да, вот, я могу, по минутным гайдам, но могу. А, собственно, в чем суть? Начала я, собственно, подгонять все эти объекты, и тут, короче, началось. Я крутила эти объекты, поворачивала, сужала, расширяла, вытягивала, растягивала, натягивала, и все в этом духе. В итоге я как-то остановилась на таком формате сцены, ну и в целом я решила, окей, все нормально, и вот что бы могло пойти не тогда, то есть, ну, как бы, мало мне проблем на голову, но я решила сделать все красивым и начала добавлять фок, то есть, ну, туман. Я решила применить просто все свои знания Blender в этот момент, потому что я решила, что да ладно, я это помню, я это делала, я это умею. Сейчас накрутим. В итоге микропон отлетел еще больше, потому что лагать начало еще сильнее, потому что фок, это тяжело, и мой процессор не справлялся, а переключительно видео уход до того момента я все еще не додумалась, вот такая я молодец, тадам. В итоге я свалила всю одну сцену, начала настраивать как-то освещение, сначала мне показалось, что вывески светят не очень ярко, и я, конечно же, почему-то, почему-то, то есть, мою мысль посетила такая идея, как создать новые источники освещения и накинуть их перед вывесками, чтобы светило ярче, то есть, я не додумалась увеличить яркость материала на вывеске, то есть, эта мысль просто не посетила мою голову, и я зачем-то накидала источников освещения, но в итоге я вспомнила, что у меня все-таки материал светящийся, и я могу с помощью него увеличить яркость, бам, просто ничего себе, кто бы мог подумать, но срога мне возилась долго, чтобы мой рендер все-таки зарендерился, я не ждала просто сто лет, и в итоге, наверное, сейчас перейдем к обсуждению результатов и к тому, что у меня получилось. Вот такая модель у меня получилась, честно, я запуталась в итоге с объемом, потому что, когда я поставила на рендер, мне сказали, что будет рендериться 29 часов, чтобы вы понимали, у меня 30-70, то есть, 29 часов, 30-70, 29... Ведь часов, короче, короче, в чем суть? Немного я запуталась с дымкой, думаю, нужно посвятить моим попыткам делать крутую дымку отдельное видео. Ладно, это шутка. В общем, с дымкой пока у меня проблем, поэтому рендер был долгим, я в итоге что-то меняла, что-то делала, чтобы это все выглядело как-то поадекватнее. Мне хотелось доработать это в фотошопе, но я решила, что это будет нечестно. И вот, что у меня получилось в итоге. Слушайте, три гайда за минуту, каждый из которых я делала по часу. В целом успешно. На самом деле, мне кажется, это прикольно, что есть такие минутные гайды, и реально это можно очень классно все использовать, и мне даже нравится, что у меня получилось. Обязательно поддержите это видео, потому что это действительно мотивирует меня делать контент. На самом деле, гайдов на минуту осталось еще очень много, поэтому тут огромное поле, так сказать, для экспериментов. Так что, если прям хотите еще видео по минутным гайдам, обязательно пишите об этом, пишите ваше мнение, пишите ваши советы. Обожаю ваши советы по 3D, потому что все ролики, когда я делала что-то в 3D, вы мне советовали просто кучу всего очень полезного, крутого. Поэтому давайте продолжим эту традицию, пишите ваши полезности в комментарии под это видео. Я обязательно все прочитаю, посмотрю, сердечко вам, вот, такие дела. Большое спасибо за просмотр, удачи вам в творчестве, ссылки на гайды в описании или в первом комментарии, в общем, все найдете, если хотите сами это попробовать сделать. Ну а я пошла, большое спасибо вам за просмотр, удачи вам в творчестве, до встречи в следующем видео, пока!